Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы будем читать 22 главу этого Евангелия. И первая тема – это притча о званых и избранных. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал «Царство небесное, подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти». Рабы царя – это патриархи и пророки. А званые – это еврейский народ, к которым было обращено свидетельство патриархов и пророков. Брачный пир – это мессианский пир Христа и его невесты церкви. Но они не захотели прийти. Опять послал других рабов, сказав «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочих же схватив рабов его, оскорбили и убили их. «Услышав о всем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег их город». Вот здесь пророчество о том, что римские войска окружат город Иерусалим, и он будет уничтожен. То есть Бог будет наказывать еврейский народ другим римским народом. «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». В другом случае говорится, что собрали хромых, кривых, убогих, и ими наполнился брачный пир. Действительно, званные еврейский народ, воспитанные патриархами и пророками, они оказались неспособными возвыситься до богообщения, а некогда не народ, языческий народ, становится народом Божиим в формате церкви и участвует в мессианском литургическом пире. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» Он же молчал, тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». То есть из нас самих, христиан, Господь обнаружит тех, которые вне брачной одежде. То обстоятельство, что они стали членами церкви, это еще не определяет, что они спасены. От них требуются некие нравственные и моральные усилия, и если они этому не соответствуют, то они будут брошены во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, Христос, собственно говоря, призывает всех, словами «Придите ко мне все, труждающиеся, обремененные», а мало избранных, те, которые достойно могут ответить на этот призыв. И следующая тема «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Тогда фарисеи пошли и совещались как бы уловить его в словах и посылают к нему учеников своих с иродианами. Иродиане – это политическое движение, которое поддерживало царя Ирода. Для политического обвинения Христа они были самыми подходящими кандидатами. Говоря «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Кесарь – это римский император, и подать на римского императора – это результат того, что римляне оккупировали территорию Эрцесраэль, земли Израиля, святой земли. И этот вопрос был вопрос с подвохом. Если хотите, вопрос вилка, любой возможный ответ на этот вопрос делал человека или врагом собственного народа, или врагом римской власти. То есть, если Христос скажет, да, надо платить налоги на кесаря, на римского императора, то его можно обвинить коллаборационистом. Он поддерживает языческую власть. Если Христос скажет, нет, нельзя платить налог на кесаря, на языческого императора, тогда можно римлянам рассказать об этом, и те будут судить за некий мятеж против них. Господь, как сердцеведец, конечно, отлично понимает действия этих людей. И мы далее читаем. «Но Иисус, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры». А почему они называются лицемерами? Потому что в самом начале, когда они подошли к Нему, они лицемерно сказали, «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». То есть лицемерие заключается в том, что они хотят в любом случае подставить Христа, но с таким заходом интересным, чтобы расположить его к себе. Далее Христос говорит, «Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им, «Чье это изображение и надпись?» А динарии тогда выпускались римской властью с изображением императора Кесаря и с надписанием его имени. И говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему «Кесарево». Тогда говорит им, «Итак, отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие – Богу!» Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Для нас тут интересно понять, какой смысл Христос вкладывает в слова «А Божье – Богу отдавайте». В каком смысле он это говорит? На самом деле отдать Богу то, что ему принадлежит, Божье, означает служить ему всей своей жизнью. А помните притчу? «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Святые отцы говорят, богатство неправедное – это все, что человек имеет в этой жизни. Потому что, рождаясь в эту жизнь, он не заработал ни света над головой, ни земли под ногами не оплатил, не оплатил возможность видеть, слышать, говорить, осизать, обонять. Отдать Богу Божье – это самого себя посвятить. А Кесарево – да, Кесарево отдадим. Если там, тем более, его изображение и надписание его имени. Такие динарии, кстати, запрещено было в то время даже вносить в Иерусалимский храм. Именно поэтому миновщики денег сидели перед входом в храм, чтобы изображение языческого императора не оказалось внутри храма. И они обменивали эти римские динарии на храмовый шекель. То есть были специально деньги для того, чтобы их использовать в храме. Далее говорится о воскресении. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его». Вот здесь мы видим, какие разные силы были задействованы. Сначала фарисеи, иродиады, а потом саддукеи. Это же совершенно противоположные группы. В обычной ситуации они вообще друг с другом не сообщались. А здесь такое единодушие, и все направлено против Христа. «В тот день приступили к нему саддукеи, то есть модернисты того времени, в отличие от фарисеев, которые были консерваторами, которые говорят, что нет воскресения». Они вообще отрицали многие вещи. И спросили его, «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имеет детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему». Это вопрос о ливератном браке. В книге «Второзаконие», 25 глава, 5-6 стих, описаны такие законы. «Было у нас семь братьев, первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену своему брату, подобный второй, третий, даже до седьмого. Почти же всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою, ибо все имели ее». И Иисус сказал им в ответ, «Заблуждайтесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы, на небесах». Святые Отцы обращают внимание на то, что Христос не говорит, что люди будут ангелами. Он говорит о том, что люди будут как ангелы. Что это значит? Мужчина будет оставаться мужчиной, женщина будет оставаться женщиной. Но у них, как у ангелов, не будет каких-то половых влечений друг ко другу, потому что, пребывая в блаженстве общения с Господом, в блаженстве постижения Бога, они не будут искать для себя никаких других благ, тем более плотского характера. Далее Христос говорит, «А в воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Действительно, Бог, который говорит о себе, что он Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, неужели он имеет в виду тех, которые умерли, и все, они никогда не воскреснут? Как думали эти модернисты того времени, саддукеи. Кстати, все первосвященники того времени были именно саддукеи, то есть модернисты, по сути дела, неверующие, даже в загробную жизнь. И Христос вот это резюме предлагает, Бог не есть Бог мертвых, но живых, имея в виду, что и в этой жизни те, которые не веруют в Бога, они тоже выглядят как покойники, которые должны погребать своих мертвецов, себе подобных. И, слыша, народ дивился учению его, как мудро он ответил фарисеям и иродиадам, а теперь и саддукеям. Далее говорится о наибольшей заповеди, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, то есть они хотят повторить свою попытку, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» То есть некий такой второй заход. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Это слова из книги «Второзаконие», шестая глава, пятый стих. «Сияясь первой, наибольшей заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих заповедях утверждается весь закон и пророки. А здесь мы видим, как Христос искусно отвечает, цитируя Пятикнижие Моисея, Тору, тем людям, которые пытались его искушать, научая и нас отражать бесовские, дьявольские искушения словесами из Священного Писания. Далее. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их?» Уже Христос вопрошает их, потому что они уже замолчали, у них больше нет никаких вопросов, никаких аргументов против него. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему «Давидов». Все тогда считали, что Мессия, Христос — это сын Давидов. И Евангелие от Матфея начинается словами родословия Иисуса Христа, сына Давидова. «Говорит им, Христос говорит, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда, говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног его». Да, Христос — сын Давидов, с чего и начинается Евангелие от Матфея, но сын Давидов по плоти, а по божеству он господин над Давидом. И здесь Христос цитирует Псалом 109, первый стих, «Сказал Господь Господу моему», это слова Давида, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть все попытки искусить Христа, они были исчерпаны, теперь они будут переходить к более решительным действиям. Они не смогли его переубедить, уловить в словах, теперь они будут действовать более грубым образом. Субтитры создавал DimaTorzok